всем привет меня зовут сергей приветствую на канале 1серж23 и так погода мне немножко скажем так подпортила планы мои по работе сегодня я планировал заниматься сборкой сидений катеров вот они лежат сзади к нему же все подготовлено он лежит кожзам все полностью есть но на улице холодно вчера я закончил обработку пропитками фанер и сегодня они еще липнут то есть если я сейчас буду делать начну что-то делать есть шанс что я могу испортить кожзам просто заляпать его потому что руки все уже пропитки то есть не заря на то что и поэтому сейчас я вот это сушу мероприятие ну а пока это все делается я вам расскажу о том если вы подошли к своей лодке и лодка ваша старая то что вас ждет если вы планируете пользоваться и долго и как говорится чтобы вам это использование этой лодки приносило удовольствие и вы ощущали комфорт от ее использования в первую голову речь пойдет о не тентах не о чем другим а о салонах то есть салон и катеров салон катера любого старого катера бушного катера это в принципе абсолютно гнилое изделие выполненное в основной массе из фанеры если это касается старых катеров кстати новые сиденья белайнеров они пошли уже пластиковые то есть на новых на свежих катерах то есть американцы уже начали делать пластиковые сиденья но пластиковые сиденья это достаточно в принципе такая вот не частая тема а в основной массе все допустим любые любые сиденья любые вот накладки любые там все что бы то ни было они все изготовлены из фанеры причем американцы и допустим да и наши в том числе без разницы европеец похер экономят при изготовлении салонов просто вот по черному то есть вот абсолютно по черному то есть когда подходишь порой допустим начинаешь разбирать сиденья допустим американская смотришь вроде бы вот снаружи крутишь кругом нержавейка начинаешь разбирать кругом одна чернуха чернуха которая сгнила которая блин сгне сгноила сиденья сидушку вот и все остальное вот например вот смотрите вот показываете вот это основание водительского сиденья низ низ сиденья соответственно вроде бы снаружи вот все болтики такие вот всем все нарядненько нержавеечка все классные когда вот смотришь вот все в нержавейка начинаешь копать кругом вот такая картина то есть это железо обычная чернуха даже не оцинкованная порой а просто обычная чернуха которая вся сгнила и сгноила сиденье полностью это есть конечном итоге то есть а когда начинает с ним в него гнить фурнитура то есть что получается то есть человек раздвинул сиденья и она сломалась то есть вот просто вырвалась болтами болтан то ничего не сделалось а фанера вся сгнила вокруг это нормальное явление то есть это очень часто встречается на катерах и поэтому что нужно здесь понимать то есть вот эти вещи они в принципе если вы задумались над тем чтобы отремонтировать себе салон то речь не будет идти о перешли перетяжки салона то есть мне периодично точно также привозят допустим приезжают катера говорят мы сделали вот нам все перетянули вот нам все классно красиво всем здорово начинаешь копать там все полностью гнилое нахрен то есть люди просто берут они перетягивают на старые гнилые элементы ну потому что новые элементы делать дорого вот вот представьте то есть как его называется вот например вот такой сиденье да вот такой элемент а это вот его изго она изготовлена новая ведь то есть из нормальной фанеры с нержавеечкой все правильно по уму сделано на нержавейкой на нержавеющей фурнитуре все саморезики тоже нержавейка соответственно и это будет уже дальше служить долго то есть а вот это все это все полностью разрушилась то есть если допустим я его могу теоретически но сейчас не буду делать могу теоретически и сломать просто вот руками и такая картина вас ждет практически в любом салоне любого катера допустим если катеру более допустим 10 лет то практически стопроцентная картина от того что это вот будет именно так то есть такие сиденья будет в каюте Такие сиденья будут в этом, как его называется, в кокпите, то есть везде. Капитанские сиденья, все. И все это, по идее, подлежит полной, по-хорошему, утилизации. То есть там не надо думать о том, что вы, допустим, переделаете кожзан, то есть это не принесет никакой радости. То есть толку от этого не будет. Потому что даже если вы заклепаете, а в основной массе, кстати, вот приходят сиденья переделанные, даже скобы там все ржавые, то есть все это вот фигня, то есть ну это полная лака. Толку от этого никакого нет. То есть надо, когда вот такие салоны приходят, всегда вопрос, который я задаю владельцу, что он говорит, мне надо перетянуть. Я говорю, я перетягивать не буду, смысла в этом нет. То есть только изготовление новое. Дорого. Ну и хрен с ним, а что? Ну дорого, дорого, а что делать? Ну собирать на гнилье новый кожзан, ну я лично принципиально не буду. Ну потому что даже я сталкивался с таким явлением, даже когда ты ведешься на поводу владельца, начинаешь забивать скобы, они просто не держатся на фанере, они просто тупо вылетают и все. Либо, например, начинают пробивать фанеру насквозь и портят, например, кожзан сиденья. Такие приключения мне нафиг не нужны, я так не делаю. И поэтому, собственно говоря, даже когда приходят любые, вот например, есть вопрос о перетяжке. То есть кожзан весь уже гнивой, хотя в принципе это вот хороший американский кожзан, вот, то есть плотненький, все нормально. Так, ну это тоже уже все гнивое. Вот, ну к примеру, ну какой смысл хранить вот такую фанеру? Ну чего толку-то от них? Нет, ничего не будет. То есть, причем, обратите внимание, вот это американское сиденье. Американское сиденье. Углы сделаны вот эти, как его называется, вот здесь все ровненько, то есть здесь гладко. Фурнитура, обратите внимание, вся ржавая, то есть собрана на железо, как я вам говорю. Хотя снаружи, снаружи вот скобы, которые были здесь, они все были из нержавейки. То есть, ты вот смотришь вроде, нержавейка. Смотришь фурнитуру сбоку, нержавейка. Разбираешь гниль и ржавчина. Все. То есть, это вот нормальная тема для, допустим, огромного количества производителей пакеров. Хранить поролон на плоских сиденьях. То есть, я поролон сохраняю только в случае, если сиденье капитанские, вот такого типа. Ну, на таких, потому что такой поролон сделать тяжело. То есть, этот поролон я сохраняю. А вот, допустим, вот эту сраню. Вот такой поролон. Он уже, это уже не поролон. То есть, вот даже если я сейчас, ну, к примеру, повел, ну, вот, например, если бы владелец, ну, здесь все, владелец адекватный, вопросов нет. Если бы владелец был неадекватный и попросил перетянуть это сиденье, ну, вот этими вот всеми острыми углами просто офигенный риск разорвать весь кожзам, который ты натягиваешь на катер. То есть, ты, потому что они очень острые, они будут выпирать, и они выпирают непосредственно на сидушке. То есть, как владелец будет пользоваться? То есть, каких условиях? То есть, резко вот так вот сиденье, допустим, этот, как его называется, кожзам, пойдет сюда, в эту сторону. На этом углу он его просто тупо разрежет. Поэтому здесь всегда стоит вопрос при ремонте сидений, не только, не только, вот даже пальцы цепляются вот за острые кромки. Ну, а прикиньте, кожзам, это все-таки, ну, это достаточно нежная вещь. То есть, это просто все фигня. То есть, поролон на плоских сидениях я тоже не храню. То есть, он делается новый. Вот здесь, например, вот на эти сидения пришел, будет вот такой вот поролончик, елька, мебельный поролон ставлю в обязательном плане. То есть, и поэтому здесь картина такая. То есть, если вы задумались о том, что нужно вам, вот сиденье пришло, допустим, вот порвалось, вот такая, например, вот шняга, видите, ну, здесь порвалось. То есть, переделывать смысла нет. То есть, это только изготовление нового, новых всех элементов данной сидушки. Из живого остается только поролон. Вот на объемных, на плоских, на всех на плоских элементах, в каюте, в кокпите, задние диваны и все остальное, меняется вместе с поролоном. Альтернатив нет. Кужзам, как бы, проблем с кужзам никаких нет. Нет, я, к слову, пользуюсь вот этим кужзамом. Цветовая гамма в России в наличии есть. Индийский кужзам морской. Вот, круиз-Е. Ну, альтернатив сейчас тоже нет. Потому что раньше была Германия. То есть, вот у меня валяются где-то там пробники немецкого кужзама. Но фишка следующая. То есть, просто он есть, цветовой гаммы нет. И смысла его связывать с ним нет. Потому что, ну, допустим, вот, если владельцы не всегда, скажем так, не всегда меняют салон целиком, ввиду его стоимости, а очень часто меняют какими-то отдельными элементами. И в этом случае, в принципе, если я работаю с кужзамом, который я могу потом просто привести в тех же самых цветах, хотя, в принципе, у них всегда есть небольшая разнооттеночность, но она очень небольшая, то, в принципе, салон у меня сложится. А если я буду брать, вот, допустим, там, кужзамы, которые вот уходят с рынка, там, или которых практически нет, какие бы классные они не были, то есть, в каких-то цветовых гаммах они, допустим, если они обрезаны уже в цветовых гаммах, то есть, только на остатках, на складах, ну, с таким просто я сейчас тупо не связываюсь, потому что в этом смысла нет, потому что придет, нужно что-то будет подправить, не хватит, допустим, кужзама, то есть, не рассчитал, начинаешь переделывать заново, все, получается полная херня. Вот такая картина. А так, если у вас салон приходит негодность, ну, имейте в виду, что придется отремонтировать его полностью. Ну, не отремонтировать имеется в виду, а заменить его полностью, то есть, заменить фанеру, изготовить все новое, то есть, это столярные работы, покрасочные работы, сшить панели кожзама, раскроить пролон, и, как говорится, изготовить вам новые сидения по образцу старых. Такие работы делаются, проблем никаких нет. Так что, вот, имейте эту информацию в виду. А так, все, спасибо за внимание. Вопросы и прием заказов, как всегда, через почту, почта 1сеж23собакамейл.ру, пишите, обязательно отвечу. До свидания.